Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской напоминает, что решить вопросы ЖКХ можно в приложении Госуслуги Дом. Это мобильная платформа для решения всех вопросов в сфере ЖКХ в одном окне. Через приложение можно передавать показания приборов учета, оплачивать услуги ЖКХ, контролировать график работ по капремонту, направлять заявки в управляющую компанию, участвовать в общедомовых собраниях, оценивать качество услуг УК, получать уведомления о плановых и аварийных работах. Приложения созданы на базе ГИС ЖКХ и доступны во всех магазинах мобильных приложений. Информацию для потенциальных усыновителей разместил Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Ее можно прочитать в карточках. К примеру, усыновителями могут быть совершеннолетние граждане обоего пола. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным должна быть не менее 16 лет. Прием граждан по вопросам подбора и усыновления детей ведется по адресу Куйбышева, 44, по предварительной записи. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону, указанному на экране. Информацию для предпринимателей разместила администрация Самарского района. 23 августа в 9 утра по адресу Радонежская, 1 состоится обучение на тему бережливое производство. Представители малого и среднего бизнеса Самарской области, заинтересованные во внедрение системы бережливого производства, могут пройти специальное обучение в рамках комплексной услуги от регионального центра «Мой бизнес». Программа обучения состоит из теоретического и практического блока. Слушатели узнают, как внедрить и выстроить процесс продаж в своей компании, освоят инструменты автоматизации офисных процессов и познакомятся с их внедрением в ходе деловой игры.